точно здравствуйте уважаемые зрители меня все интервью будет показывает так что в гости на турнир по первому старкрафту пришел папашка нейтрон да что тебя привело на мероприятие ну изначально так как я занимался проведением подобных мероприятий кирилл меня попросил подхелпить если нужно будет вот но выяснилось что у них все схвачено и не нужно и я приехал посмотреть а какие мероприятия последние ты организовал ну ловит хорошо можно я просто шею разминаю чемпионат россии я проводил полностью полностью ну то есть это был мой проект который от нуля от нуля до финала был на мне ну и как он прошел в целом неплохо кроме того что мало людей посетил почему как ты думаешь где-то с рекламой прошляпили или может не было интересно смотреть ко многим потому что не было топовых команд топовые команды в таких турнирах не участвуют потому что в доте у них извините есть и мейджеры на которые нужно летать эти а все турниры где призовые там меньше миллионов долларов да они просто как отдых рассматривают а давно ты занимаешься организации ты же фкс работаешь насколько понимаю и вот давно ли я работал там но после чемпионата россии наши пути разошлись этот связанные события или нет нет почему ты решил ливнуть или почему решили ливнуть ну там сложная ситуация внутри компании я бы не хотел это разглашать профессионал профессионал ладно поговорим о нашей любимой игре о варкрафте что тебя сподвигло вернуться в игру на протяжении всех тех лет что я не играл я периодически но довольно часто может раз в год заходил смотрел что происходит на сцене и не ничего не менялась все те же стратегии все те же герои все те же игроки и очередной раз когда я зашел посмотреть я увидел что патч выходит а точнее нет вру я не сам зашел посмотреть у меня все время вот на протяжении моей карьеры был один хейтер который с кучу разных аккаунтов сначала втирался ко мне в доверие а потом говорю что я мудак и что я ничего ничего не стою и так далее а что он молодец ну то есть это было много раз и что это кто это знаешь нет и настоящего имени не знаю до сих пор и он как-то даже маши писал что сначала там втерся к них доверия потом написал что это ты чё юра типа кончит вот в общем и и тут я почему-то подумал что это мог быть револьвер не не ревоч нет нет это предположение нет нет это реальный человек я знаю там примерно в каком городе он живет и чем занимается и тогда пробивал пайпе он сам рассказывал просто с разных аккаунтов каждый раз в общем он вот меня хейтил причем то есть получалось так что мне начинает писать проходит там ну на протяжении двух месяцев там по изредка пишет или трех а потом ну вот вываливает на меня вот этот что и в общем весь негатив не знаю зачем он это делал и и тут он повзрослел внезапно да ну и начал мне опять что-то писать но уже без хейта может просто пауза долгое он решил что это надо до года довести держится уже давно вот и вот он мне сказал что выходит патч там какие изменения и я решил посмотреть увидел что изменения глобальные что игра поменяется поменяются страты и мне захотелось поиграть и как раз я смотрел какой-то стрим по моему твой когда там типером бегал вот кто страта спалил вот и в чате то ли rose brain то ли еще кто-то ну кто-то написал что типа миша давай там в топ-35 входишь там за там две тысячи долларов или что-то такое но был такой комментарий и и тут у меня закралась такая мысль давай знаешь как доктор золоток вот и через какое-то время когда вот патч вышел он как раз помню то ли в этот день выходил то ли еще что-то я его сразу скачал попробовал поиграть и ну вижу что интересно и хотелось бы посмотреть что это такое халяву почувствовал сразу да но тут не в халяве дело я понимал что играть сейчас варкрафт мне не очень полезно так как ну во первых надо деньги зарабатывать плюс у меня ребенок и семья и когда у тебя появляется свободное время то его хорошо бы тратить там на своих родных на развитие там ребенка и и так далее на совместном время перепрождение а не на то чтобы сидеть в игрушки играть или как там в танчике знаешь это многие жалуются там женщины что их мужья вот все в танчиках просиживает ну и поэтому для меня это такая больная тема то есть мне хотелось поиграть но я понимаю что просто так выкидывать туда время ну это неправильно и я сразу написал кириллу говорю напрямую как как быть вот но мы с ним знакомы были до этого лично я могу кирилл я видел там кто-то предлагал майкеру челлендж не хочешь со мной такой же замутить вот при том я поиграл латарь я увидел что там много 50 процентных челиков которые ну трендом ну смысле этого халява да что 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 да что я справлюсь точно и мы начали обсуждать варианты там один другой туда-сюда и вот пришли к такому которому пришли и я начал играть ладдер тебя затянула появилась мотивация как как как-то но ты продолжил играть после того как выиграл спор ну дело в том что спор еще не закончен до конца то есть финал русбрейна там последний опция осталась финал русбрейна и это самый основной такой самый максимум я могу там выиграть 900 за каждую карту по сотке да прям карту будешь 2 1 дел а нет смысла нет за проигрыш минус 20 да проиграл 0 2 0 2 еще должен остался вот ну игроки там сильные конечно буду стараться на максимум посмотрим что получится вот ну и я начал играть потом мне начали писать орги разных турниров что поучаствую здесь поучаствует там русские в основном два парня которые до хандрит и демон до которые как раз все это либо нельзя отказывать менеджерят либо проводят сами вот и я там поиграл и на паре турниров зарубежных делать рандом герои мне понравилось один из них я выиграл сказать и первый сразу там был за первое там фигня что баксов 30 ну то есть но но зато это фан я бы и так его играл это очень весело вот и на они сразу мне говорят что вот квали на голд я думаю как раз вовремя но но с китай надо но до квал еще был месяц и я и я думал что блин жаль что не сегодня ну то есть месяц еще надо дождать месяц потому что все даптируются я не смогу выиграть вот то что я тащил за счет того что я быстрее всех и джаз как-то на русском не что того что ты посмотрел вовремя да да вот ну и вот когда я выполнил челлендж ладдером я стал сильно меньше играть в основном на турнирах ну и так час часик два в день но форму особо не растерял а на всяких турнирах где надо было играть с хэппи но я пару играл турниров где я встречался с ним финале или полуфинале ну короче нет он финале чтобы опять было я ему оба раза проиграл 1 3 вот но во втором во второй встрече если в первой там 1 3 но те там три игры что я проиграл они были как-то совсем без вариантов то в следующем матче я там должен был выигрывать и четвертую игру я просто ну у меня типа жесткое преимущество там 65 лимита против 40 2 базы там ну все круто но после сразу после нашей драки он поставил ниндзя нычку вот где мы прям подрались и я видел что ее там нет и я не разведал по глупости но я как-то не ожидал ждал пуша от него в общем сам виноват не конечно но но я к тому что я понял что сражаться можно и что хоть он и там император можно дали си да но но можно его это клинком поразить вот конечно хорошо что он не играет всякие голд отборы потому что было бы сложнее ну и вот так время постепенно пришло к отборочным на отборочных я играл на первых сначала с хавком ну и я я честно думаю что там вообще его легко пройду потому что он задротил вов и не играл в варкрафт ну плюс он хума на хума на фубили патчем да да я признаю это ребята вот но он потел изо всех сил и я выиграл ели как надо сказать ну как в первой в первой ели как во второй за рашу зачистил его там с двумя бараками да ты поедешь на голд специально готовишься сейчас нет все но можно забыть про этот рассказ перескочить не просто хочу понять ты хочешь сократить типа интервью или я боюсь что нам не хватит получаса у нас батарейка такая это не из-за не того что ты не интересны рассказываешь какой-нибудь как я встретил вашу маму где они перематывают всю историю резко я просто сделал вот так вот как будто рассказал вот в общем прошел отборы да и сейчас придется ехать в китай ты будешь тренироваться это как турист поедешь что на кстан ты интересный красивый ты там был наверно раза три уже да я там был раз один как раз на старворсе в 2007 до шанхае обычный мегаполис типа нью-йорка в котором я не был правда но говорят вот ничего особенного я не жду от поездки там как чего-то ну вот как турист иду ехать не хочу потому что я не хочу там ничего смотреть мне не хочется турист имеется ввиду как игрок турист кибер турист как хавк помнишь ну трениться я сейчас тоже особо не буду но это не это не значит что я плохо сыграю то есть ну 0 сыграешь хуже чем если бы тренился особо я сказал то есть я буду из играть естественно и когда мы прилетим туда он будет еще несколько дней до игры в группах и естественно это время посвятим пару дней этого должно хватить чтобы там всех нагнуть да да ну просто сейчас сейчас будет моем фирменном стиле короче в группе два фрис лота это че мика и в фазе один хуман правда он нормально играл с сфером ну да ладно люцифер тоже просто нет он хуман ну естественно хуману я не должен проигрывать в фазе андет с андетами у меня всего вот так вот главное это движение в обратную сторону не показывать вот лин ну лин сильный паренек думаю слышал о нем да придется с ним посражаться опять же кипер кипер да если он будет играть орком то шансы хорошие вот кто там остался тяж тяж говорят будет играть не хуманом там что-нибудь придумать адаптировался да он адаптировался надеюсь что ван деда таком случае все отлично если адаптировался ворка то похуже если в эльфа то придется душить его в живую потому что я ненавижу мирор вот но после того как в группе у нас фоггин наверняка будет последняя игра и когда он увидит что у него 0 2 0 2 против всех а у меня победы как бы и мне не хватает чуть-чуть он просто отдастся мне и вот так я выхожу в топ 8 звучит как реальный план sounds like a plan да ну это это конечно план такой чтобы вы потроллить могли и знаешь как говорится скриньте по факту кстати будем смотреть все твои игры по факту все все наверняка будет иначе все-таки игры на лане со 7 ноября до начинается моя группа 28 до или 29 в общем ситуация такая что как обычно всегда складывается в онлайне вот эти все турниры что я играл я играл очень плохо я не знаю я очень много лет не играл и вот это напряжение игры когда ты там переживаешь боишься ну реально то есть я объективно играл на 60 процентов от своего уровня на ланах как я помню по былым временам я всегда мог собраться на максимум и показать вот выжать все из себя что могу если получится опять вот так вот подготовиться морально и то будет здорово потому что вот ну реально уровень игры вот который я чувствую я могу выложить он хороший его должно хватить чтобы там попасть в топ группы ну не обязательно топ-2 все таки лин и тяж это топовые игроки мира вот но надеюсь что получится собраться тогда я в принципе я смогу выиграть любого ну я не говорю что я всех 20 типа выиграю но шансы есть хорошие вот если не получится и я там меня будут какие-то волнения или там что-то не получаться криво то будет тяжело с каждым вот но в фазе чаймика должен убивать фрислоты пошла такая пьянка и мечты о будущем к этой планируешь убить хэп я слышал в предстоящем шоу матче 7-0 52 ох заплюет меня околиты братишки и так далее прошлый раз был 04 до прошлый раз мы играли шоу матч с рандомными героями этому сучонку везло как не как никогда счета какой был в результате 04 05 да тут больше пространства тебя для маневра будет как бы 7 карт все 7 будет играть за каждую карту по косарику да ну и здесь уже не будет рандома это будет чистый скилл чистая энергия там адаптация да ты говорил да это режим адаптации это не кипер против не дк будем смотреть будем сражаться я считаю что я должен тащить что матч это будет середине месяца приблизительно до шоу матч будет приблизительно 19 числа в 6 вечера или всем весьма приблизительно окей будем смотреть будем болеть за за вас за вас кто за кого кто за кого я конечно буду за тебя болеть потому что во-первых шансов меньше во вторых за эльф играешь да вообще вот эта тенденция которая сложилась когда хэппи всех 5040 выигрывает она жутко раздражает и просто лучше объективно во многом да лучше но на в рандомных вот этих шоу матчах против тгв например ну блин ребята ему откровенно перла просто нереально то есть посмотрите какие герои ну это невозможно вот против кэша не перла но все равно ну просто лучше сыграла сильно лучше знаешь знаешь что мне не нравится жутко вот все хэппи боятся до дрожи в коленках ну реально то есть вот я смотрю как люди с ним играют как они играют против других и как они играют с хэппи они как будто вот не выиграть и сразу сливают моментально просто как они до этого ему много проигрывали может быть в этом дело может быть но но просто доходит до того что я вижу как вот я должен был играть с соником точнее я проиграл кэшу на этом адаптации в полуфинале и должен был играть с проигравшим и я сонику говорю блин ты не того героя взял возьми вот этого в таком-то случае там будет лучше против этого героя я играл так с люцифером там все хорошо идет а соник такой ну я ему на стриме это написал и он и он так ответил да ладно буду играть как играем сейчас закончу и будем с тобой за третье место играть ну понимаешь то есть он уже до игры сдался также я видел игры фогги против хэппи фогги конечно так не сдается у него подход более профессиональный но играет он не так то есть это просто не тот фогги который играет против других андетов я не знаю почему так хэппи видимо всех запугал там своими серьезными победами я когда играл против него вот все эти предыдущие турниры я не беру в разряд шоу матч вот этот рандомный то что это не то вот где мы играли своими расами я знал что он сильнее я не не ожидал что их выиграю наш там меня нет иллюзии по этому поводу но я знаю что я могу сильно сыграть я оба раза там хоть по одной карте до отжал при том ну где я там сыграл идеально выиграл все придраться не к чему вот и ну хотя бы не в сухую уже уже радуешь ну то есть я поняла я понимаю что я могу и что и все зависит от меня я могу выложиться на максимум и посражаться с ним показать хорошую игру а люди почему-то сразу сдаются может потому что я только вернулся и он еще не успел меня запугать может поэтому возможно если я ему в зону 07 на этом турнире то ну я я уже с алиэкспресс заказал себе веревку смылом набор повешенника знаешь такое и она точно порвалась потому что китайская нет да нет дома веревки смыла да да вот и если мы 07 проиграю просто придется ехать вешать его его вешать ну конечно зачем мне себя трогать логично такие пироги отличное интервью напоследок скажи что-нибудь товарищем которые сейчас комментарии будут писать после после прочти после просмотра этого может быть приветы какие-то что хочешь передаю привет тгв это мой самый любимый фанат он просто болеет за меня и считает что я лучше чем есть на самом деле вот прям им ему от сердца привет он вот каждый раз на своем стриме там везде он пишет блин нейтрон молодец я за тебя короче братишка ты лучший также хочу сказать спасибо агенту это человек который придумал карту адаптации да и ну реально прям респект очень нравится играть нестандартные игры там что-то придумывать ну это реально кайф это развивает вносит разнообразие в игру и это очень здорово хочу передать огромную благодарность людям вроде демона и хандрида которые спонсируют турниры которые проводят их даже если они за ничего не получают они вливают свои усилия деньги время и делают для комьюнити если бы не они то никто бы не играл не было бы так хоть что-то понимаешь то есть сейчас какие-то турниры шоу-матчи людям интерес смотреть играть без них ничего бы не было спасибо китайцам за голд если они понимают они ничего ничего это на и корресный пацкат короче я но японцы сейчас удивились сейчас этот google переводчиком ставьте это муж мужиком чтобы он сказал не трон поддержал ваш канал нас да спасибо всем кто поддерживает есть ребята которые верят говорят давай тащи конечно у тебя шансов против хэппи нет но покажи им вот хочу передать привет фогги и сонику соник оставайся таким же безбашенным странным чуваком очень приятно смотреть на твои неподдельные искренние эмоции стрим ты наверное пересматривал отрывок и он кричал выиграв голд кэша и такое это просто эмоции это нечто уверен что в китае я обязательно запишу твои эмоции под твоих побед если побед не будет то буду там врываться к те в комнату среди ночи и писать другие эмоции вот фогги продолжает тащить меньше запаривайся насчет всякой фигни и побольше советуюсь со мной потому что я тебе фигни посоветую да ты знаешь мы с ним обсуждали некоторые страты мы тем более с ним в одной группе подготовимся вместе против против других ребят знаю что если ты будешь проходить и я буду проходить то прости но в этом на этом турнире я не пущу тебя дальше наверное все спасибо майкеру нефанди спасибо телевизору который стоит за камерой и освещает наши лица спасибо спасибо моему парикмахеру марии которая сама не щадя обкромсала меня дома и довольно неплохо вот спасибо мы заканчиваем вот спасибо мы заканчиваем